Вот, но вот как раз Кибер-университет нашел решение в этой области и предлагает программы, направленные как готовить учителей по различным дисциплинам, также как быть администратором, боссом и как быть разработчиком конкретного электронного курса. Для этого курса, например, у нас есть 12 дисциплин. Они приравниваются к аспирантской программе. И приглашаем ученых здесь, которые работают сегодня в рамках конференции, обменяться опытом, чтобы сделать эти программы более эффективными. В данный момент мы заняты улучшением программ и работаем в этом направлении совместно с Японией, Южной Кореей. В ближайшем будущем планируется новый запуск этой программы. И профессор Шабале, который вы видите на экране, является советником, консультантом по разработке и запуску этой новой программы. Это будет программа сертифицированная с выдачей документа и бесплатная для обучающихся. У нас в этих программах работает очень много студентов. Например, из авиакомпаний, также профессора работают и другие направления. Профессор Шабаладан, у вас еще есть еще что-то? Я бы хотел бы предложить, чтобы поговорить о Тай-МУК, если вы думаете о том. Правительство в Таиланде попросило Кибер-Университет создать МУК курс обучения. И эти программы будут доступны всем в университетах или школах Таиланда. К концу этого года планируется полный запуск этих программ. И позвольте пригласить присутствующих, заинтересованных коллег и друзей здесь в России предложить свои программы для освоения режима МУК. Профессор, would you like to say anything else, sir? I think, I wish I would make great advice. Возможно, вы хотите добавить, уважаемый профессор. Продолжение следует... Продолжение следует... Okay. Can you repeat by the translation? Okay. Can you repeat me? Can we record one you? Hello. Hi. Professor . Your audio is not so clear, so please allow me to sing on your behalf. professor is Harvard University Michigan is to support universities in Thailand. Таким образом, комментарии от нашего уважаемого профессора Росланга касаются того, что миссия Кибер-университета в Таиланде – это помочь всем университетам в том, чтобы внедрить другие программы и качественные курсы. Таким образом, мы тесно работаем и, по сути, все университеты в Таиланде – это наши хорошие партнеры. Поэтому, если кто-то из ваших учебных заведений, из коллег захочет сотрудничать с Таиланде, университетом, then you can always contact us. Пожалуйста, выходите с нами на связь и мы будем рады помочь вам. Помимо этого, мы также можем помочь вам связаться непосредственно с тем университетом, который будет представлять для вас интерес в плане сотрудничества. Таким образом, мы будем как посредником, университетом-посредником, который будет устанавливать контакты с тем университетом, который вас будет интересовать, с тем вы будете желать сотрудничать. Перед тем, как завершить сеанс видеоконференции, у нас одно есть приглашение. Профессор Шаолей, вы хотели бы пригласить кого-нибудь из наших здесь гостей, конференций участников, к себе на конференцию в Таиланд? В Таиланде мы проводим ежегодно конгресс по вопросам электронного образования. По сути, два даже события. Одно национального размера уровня, а второй международного. И если кто-то пожелает участвовать с лекцией или презентацией, то мы приглашаем всех приехать. В этом году это мероприятие будет проводиться в месте, называемом... И как у нас есть, в банкоке. В банкоке. В банкоке. В банкоке. В банкоке. В банкоке. И цель этого года – это преодоление всякого рода трудностей и сомнений, неопределенности. Пожалуйста, направляйте ваши предложения с выступлением, но вот также очень важное добавление, что можете просто приехать участником бесплатно. Я спросил, вы отвечаете за свои слова бесплатно? Бесплатно, да, да, говорит бесплатно, гарантирую. Дорога, дорога. Профессор Шоллер, they can join for free. Переспрашиваю профессора, действительно ли бесплатно могут участвовать? Подтвердается, все бесплатно, все прочено. Тогда я, позвольте, представлю моим коллегам информацию и они будут осведомлены. Итак, перед тем, как мы их завершим, возможно, есть какие-то вопросы у присутствующих? Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Пожалуйста, кто собрался ехать, у кого есть вопросы, как размещаться, с каким докладом выступать, какие требования к презентации? Пожалуйста. Хотите сказать? Нет еще? Надо подумать, Варуслав. Извините за нескромность, я бы хотел предложить себе. I would like to, President, to make a proposal to participate in the section of culture and languages. Это может быть очень хороший творческий проект. Так что, давайте, пока сеанс закончился, еще кто-нибудь. Если меня возьмут, то будете переводить. Yes, please. Okay. Okay, then, we don't have any more questions. So, on behalf of the people here in UFA, Позвольте, от имени всех участвующих здесь в научно-практической конференции в Уфе, We would like to thank Professor Shavallet Поблагодарить вас, уважаемый профессор Шавалет и профессор Анушай, за то, что вы вышли с нами на связь и стали участниками семинара на лыночной практической конференции здесь в Уфе. I have to tell you that the food here is very delicious. I must say that, помимо очень интересной поместки, здесь очень вкусная еда в Уфе. And the people here are very well feeding. А люди просто замечательно приятно с ними взаимодействовать, и такое тепло происходит от них. So, hopefully, both of you will come here one day. Надеемся, что вы сможете тоже приехать как-нибудь, поучаствовать в конференции и получить удовольствие от общения. So, thank you, sir. Thank you. Большое вам спасибо, уважаемый сэр. До свидания. Всего доброго. With pleasure. Спасибо большое.